Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи Юрий Смола, обзор рынков инвестиционного потребительского кооператива Финпрост. И с нами сегодня председатель правления кооператива Финпрост, наш московский коллега, трейдер Юрий Смола. Юрий, приветствуем вас! Приветствую, Игорь, приветствую, коллеги! Что интересного сейчас на рынке, как вы зарабатываете и как нам повторить ваш успех? Давайте посмотрим. Давайте, демонстрация, весь экран. Пробежимся по кросс-курсам, которые у меня в портфеле. Так, Австралия, Канада. Ну вот она сейчас идет пока в мою сторону. Почти дошли до 200-дневной средней. Сейчас, скорее всего, здесь будет остановочка. Потому что в любом случае она притормозится здесь для дальнейшего решения, куда ей идти. Дальше идти, либо перевернуться наверх. Ну, в смысле, пойти дальше по тренду по основному. Для меня, конечно, надежда, что все-таки мы пройдем, поскольку, так скажем, фигура здесь, на этой вершине, здесь достаточно такая разворотная. Так скажем, поскольку здесь было сопротивление, оно было пробито, оно вернулось обратно. То есть мы пошли вниз. Средние здесь перестроились. На поход вниз сейчас дойдем до 200-дневной средней. Если хватит целенок выйти хоть куда-то наверх, хотя, скорее всего, могут попробовать выйти наверх, но не дальше, чем там 0,98, например. И дальше, скорее всего, будет валиться это дело вниз. По поводу цели вниз скажу, что если по FIBA, ну, Игорь, как раз волновой анализ использует. Я думаю, если он посмотрит Австралию, Канаду, он спокойненько все это дело разметит. Вот здесь по FIBA на 0,90 точно может прийти. По крайней мере, первая цель там вот на обновление вот этого лая 92,50. Это там, по-моему, 261 по FIBA идет. А следующая цель где-то на 0,90 стоит. Вот, но у меня тейп профит 93,20, 25, 28, ну, сейчас 28 лет на прошлой неделе ставил. Поэтому, если я дождусь, то здесь я буду сразу же моментально переворачиваться наверх, потому что у меня в портфеле эта пара именно лонговая должна быть. Ну, посмотрим. По крайней мере, ну, здесь еще порядка 3 или 4 процентов мне надо добрать до плюса. И потом еще буду, скорее всего, тейп профит по состоянию. Короче, как пройдем 200-дневную, если пробьем хорошо, то, скорее всего, буду тейп профит подальше оттягивать, постепенно сбрасывать позицию. И при откатах набирать, чтобы просто по тренду стоять в нормальных объемах, чтобы больше заработать. Так, дальше. Австралия, Новая Зеландия. Здесь флэт продолжается, но спецпосылка к выходу наверх, но пока все это дело, так скажем, флэт дальше идет. Здесь ничего такого не происходит. Новая Зеландия, Канада. Здесь, вы видите, мы до 200-дневной дошли, здесь притормозились. У меня такое подозрение, что мы пойдем все-таки ниже. Не получается у нее отскок в Новой Зеландии и Канаде наверх. Отскок, в принципе, может произойти до 0.90-30 примерно максимум. И то у меня подозрение, что не будет здесь отскока, максимум следующий отскок будет до, возможно, 0.89-85, 0.89-90, скажем вот так. Ну, скорее всего, не будет этого отскока, возможно, чуть-чуть еще вверх поднимется и дальше вниз пойдет. Ну, посмотрим, как оно будет развиваться. Сейчас по этой паре тоже практически в плюсах, но мне вот до тейка еще достаточно далеко, до обновления вот этого Лояна 0.86-55. Так, Новой Зеландии, Швейцарский франк. Здесь треугольник этот продолжается, фигура продолжения, поэтому больше шансов к выходу наверх. Но у меня здесь маленький объем, стою я в шорт по этой позиции. Евро-фунт. Значит, здесь я прикрывал позицию, вот здесь на минимумах. При откате немножко взял опять заново вниз. Сейчас стою в плюсе в этой позиции. Ну, набирал и сбрасывал уже в плюсе даже. Ну, пока на первоначальном объем. Ну, скорее всего, дальше движемся вниз, пока по этой паре без изменений. Австралия, Швейцарский франк. Пока тренд наверх здесь сохраняется, с трудом попытки идут, чтобы сменить этот тренд. Но тяжко, ну, тяжеловато, так скажем, идет это все дело. Я в шорт стою по этой позиции, объем достаточно большой. Но надежда, конечно, есть, что вниз все-таки пойдем. Был вот этот импульс большой. И достаточно долгий и тяжелый поход наверх. Но, когда такие тяжелые походы наверх, а быстрые импульсы в них, то это, возможно, следующий импульс тоже может быть очень-очень быстрым. И поход достаточно серьезный. Там со швейцарским франком определенные могут быть связаны. Это ситуация. И австралиец тоже, если он уронет все-таки на укрепление, то может очень сильно, быстро-быстро повалиться эта пара. Так, Австралия, Йена. Здесь мы в попытке к тейк-профиту. Пока я не закрыл, до тейк-профита чуть-чуть не дошло. Пока отстаю в этой позиции в ломок. Новозеландия, Йена. Здесь у меня шартовая позиция. Здесь, так скажем, тоже тяжеловато идем. Но, если не будет от этого обновления, то можем тоже завалиться именно. Как раз и Йена может помочь, если начнет она укрепляться. Конечно, на это рассчитывать трудновато. Евроканада. Здесь два раза закрывал уже на прошлой неделе позиции. Сейчас тейк у меня ниже. Буквально вчера закрыл и открылся заново вниз. Сейчас на ноле примерно стою. Примерно вот здесь. Не обновлял график этот. Примерно вот так у меня сейчас идет. Канада-Швейцарский франц. Здесь дальше набор произвожу. Примерно 40% набрал. Немного даже сбрасывал, но потом заново дальше добираю. Пока здесь тренд наверх сохраняется. Этот импульс очень быстрый и долгий. Поскольку здесь вот серьезный был набор позиций. Это флэт. Это и перестройка средних была. Поэтому я здесь говорил, что выход будет очень серьезный и высокий. Я даже говорил, что скорее всего на 72.48 может быть и выше. Вот как оно и случилось. Но, к сожалению, в портфельной стратегии я не имею права взять перевернуть и видя, что все это дело пойдет наверх, в обратную сторону поставить. Поскольку у меня здесь хедж с другим паром. Поэтому здесь у меня таким образом все построено. Для меня это возможность просто-напросто канадца понапродавать. Так, швейцарский франк, японская иена. Здесь тоже шартовая позиция. Но пока во флэте. Идем. Несерьезный объем. Евро и иена наверх. Тоже до тейка чуть-чуть не дошел. Будем следующего обновления хая ждать. И евро. Евро здесь немного я сбросил. Как раз на подходе к средней. К двухсотдневной мы оттолкнулись. Скорее всего подойдем еще раз. К двухсотдневной. А тут уже будет ясно. Либо если мы пробьем ее, то все. Мы пойдем вниз. Это будет полностью слом тенденции. То, что поход на 1.25. И все это дело, евро будет валиться. Либо если мы еще раз оттолкнемся, то скорее всего дальше пойдем на обновление. По времени я не скажу. Скорее всего это долго еще продлится. Так. Фунт. Фунт. У меня все-таки такое подозрение, что возможно он сейчас все-таки завалится. По крайней мере до двухсотдневной. Чтобы попробовать отсюда уже отталкиваться с этой позиции. По прямым парам. Тут все, так скажем, от доллара зависит в основном. Так. По канадцу. Все так же. Доллар валится пока. Так. Ну вот по Австралии. Австралии доллар. Здесь уже чуть-чуть изменения идут. Здесь уже доллар показывает силу. То есть пока канадец остался слабее. Так. Так. Да. Так. Пока здесь тренд не сохраняется по канадцу. Точнее по доллару. Австралия. Австралия пока наверх все-таки смотрится. Но есть уже подозрение, что мы будем вниз. Укрепление доллара. Новозеландия тоже на укрепление доллара начинает потихонечку. Иена и франк уже давно. Все это дело на укрепление доллара. Так что здесь скорее всего дальше все походы. Поход наверх здесь доллара. Что необъяснимо. Ну скорее всего вы видите получается канадец. И рубль. У нас притормозились. Значит. Они у нас немножко в другом соотношении с валютами. Здесь кстати получается пробито все-таки. Это было сопротивление по рублю. Игорь там меня немножко упрекнул в том, что у него там по одному фиба начерчено. У меня по другому. Просто я по четырех часам смотрел. Так если бы я по часам тянул, то в принципе да. Очень достаточно далеко еще до тейков. До целей. Но для меня все-таки теория о том, что рубль может сильно укрепиться на определенном промежутке, не совсем приемлемо. Тем более, ну посмотрите, вот сколько у нас получается с декабря месяца мы топчемся и пытаемся проломить этот диапазон. Ну проломили мы его. Почти. Может так сказать. Лой. По-моему здесь даже. Не знаю, обновлен, не обновлен, не обновлен, чистый лой. Ну да, обновлен, чуть-чуть мы зацепили. Ну извините, но при таких объемах, которые здесь были проторгованы, зацепить вот это чуть-чуть, да, и не уйти вниз очень серьезно. Причем при том, что доллар ослаб, ну слабел достаточно долго в это время, а рубль никак не мог при этом укрепиться. Ну это как бы подозрение на то, что, ну даже если мы проломим, ну стопы там поснимают и обратно уйдут, причем уйдут достаточно сильно, особенно если доллар начнет к остальным валютам укрепнуть, или какие-то там фундаментальные факторы появятся для того, чтобы, ну либо там очередные санкции, причем ну не такие, как не для массового зрителя, а реальные, которые подорвут финансовое основание для российской экономики. Это непонятно, что там подрывать-то еще. Видимо на них, на нас они не действуют, поскольку ничего, подрывать-то нечем. Так, значит, что касается золота. Пока мы откатываемся, скорее всего откатываемся, скажу куда, с 1780, скажу вот так, ну примерно вот сюда, возможно. Может чуть-чуть повыше. Вот этот дипозон, вот этот, можно вообще использовать для продаж доллара, если кто-то работает на фьючерсах или каких-то других производных финансовых инструментов, я бы рискнул сработать в шорт. Бренд. Пока идем наверх, без изменений. Чуть-чуть мы опять вот такой треугольничек нарисовали, и возможно для того, чтобы выйти дальше наверх. Ну там посмотрим, потому что может она и опуститься на низ. Если пробью, ну будем достаточно серьезно опускаться, то здесь уже серьезная коррекция будет. И вот на этой коррекции, конечно, рубль и может очень стрельнуть хорошо. СНП 500 без изменений. Тут пока деньги не перестанут по почте рассылать американцам. Иногда завидую, может нам бы тоже, американцам, какая разница. Все равно эти деньги, я так понимаю, не только в американскую экономику, но и по всему миру разливаются, потому что наш фондовый рынок идет за СНП 500. Каким образом, получается, мы не связаны с долларом, я не понимаю. Так, ну и биткоин, наверное, 60. Ну да, 60, слушай, я не смотрел, но подозрение у меня было, что 60 мы протестируем. Но вот сейчас уже есть у него небольшие проблемы. Я так вам скажу. Значит, вот это идет линия обновления максимума, а вот это есть линия обновления максимума еще одна. Она начинает заваливаться. То есть закругляться. Поэтому следующий выхлоп может быть, может и не дойти до максимума. А если не дойдет до максимума, здесь так как достаточно много игроков, которые любят, ну и вообще там шухер устраивать, то есть может у нас с биткоином приключится хорошая вещь нападения. Ну, я и не работаю, поэтому как бы советовать тут мне смысла никакого нет. давать советы кому-то. Ну, свое мнение я могу высказать, что некоторые могут заработать. Кстати, и зарабатывают, по-моему, там вот я в прошлый раз заикался по поводу Тимофея. Я вспомнил его фамилию, Тимофей Солодовников, да, который шортил биткоин. Вот он здесь его там шортить начинал, начинал, еще никак, вот там чуть ли не половину заработанного за год. Там стоил у него большой депозит, но он как бы шортил, шортил, по стопам его выносил. Но вот на этом движении он все-таки не перестал его шортить, потому что он видел, что, скорее всего, будет это все дело. Вот на этом движении, по-моему, он отбил все, что потерял на своих стопах, и еще и в два раза отбыл, по-моему, депозит свой. По-моему, у него там больше 100 тысяч долларов сейчас на счету. Я так не сильно слежу, но слышал. Вот, может, и, вот, может, даже и больше сейчас. Вспомнил его фамилию, Тимофей Солодовников. У вас был как-то с ним эфир, вот, парень, хороший, нормальный парень вообще, ну, как бы, грамотный трейдер, и работает на больших тайфреймах, реальный депозит ведет, показывает свой канал, YouTube, Telegram, там, еще там где-то пытается. В Сочи переехал жить, не хочет возвращаться из Москвы вообще. Вот уже больше года, по-моему, там находится, очень все хорошо нравится. Я понял вас. Ну, с интересом у него тоже грамотные эйджи, хорошо поставленные. Я рекомендую, если кто-то интересуется трейдингом. Я понял вас. Ясненько, ясненько. Спасибо большое, Юрий, вам за ваш обзор. Спасибо за комментарии по практике торговли. Ну, и, конечно, желаем вам успешной торговли и хорошего дня впереди. Спасибо. Спасибо. Всем тоже удачи. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok